Все, что я расскажу вам про Python, то, что он в нашей, в моей команде используется там процентов 70 времени, остальные там делятся на 20 на SQL и 10, может быть, на Terraform, чтобы инфраструктуру поднять. Но мне очень хотелось бы со всеми познакомиться, рассказать, что мы делаем, что моя команда делала за последние два года. Может быть, вас это что-то заинтересует и будем дружить. В общем, да, меня зовут Алекс Гордиенко, можно мои ссылочки тут найти. Я там в конце еще QR-коды добавлю. Из нескольких проектов недавних, над которыми я работал, это кастомная версия Apache Superset. Может быть, вы слышали, это такой BI-инструмент для подготовки дашбордов. Он как раз под капотом, имеет очень много Python, на фласке базируется. В первых версиях не было поддержки выгрузки в Excel данных. И вот я добавлял вот эту поддержку. Сейчас в последних версиях она уже есть, поэтому этот проект не очень развивается. Также я писал пакет для DBT. Может быть, вы слышали такой инструмент для трансформации данных. Он тоже написан на Python. И я писал и еще поддерживаю пакет для доступа к селектору моделей DBT. По умолчанию вы можете это сделать через консоль, через терминал. С помощью этого пакета можно это сделать через макрос. Ну и я еще недавно написал приложение на Свифте, потому что мне очень начал нравиться этот язык. Для управления таким инструментом, который называется Airflow, который мы в команде очень часто используем в работе для, собственно, мониторинга. Сейчас я найду. Вот он. Раз. Раз, раз, раз. Слышно сейчас? Лучше? Ага. Ну вот, собственно, DAG-монитор — это как раз приложение для iOS, для iPad'ов, iPhone'ов, для управления Apache Superset, контроля процессов, DAG'ов, расписания, и можно получить доступ к логам. Собственно, теперь к тому, где я работаю. Я работаю в компании River Island. Это такой британский фэшн-ретейлер. У них, у нас, больше 7 тысяч человек работает в компании. Из них около 250 в IT. Я работаю в Data Engineering команде, тех лидом. У нас всего сейчас 4 человека. Три, получается, инженера-девелопера и один с ДЭТ. Мы поддерживаем Apache Superset, пишем дополнительные операторы и сенсоры для него на Python'е. Поддерживаем Snowflake, и на Snowflake кучу всего крутим. И помогаем другим командам добавлять их данные в общее хранилище и строим как бы общее корпоративное хранилище в Snowflake. Я присоединился к компании, когда только-только закончилась пандемия, в конце 2021 года. Очень многие переходили в клауд в этот момент, я имею в виду в момент, когда пандемия всех настигла, особенно ритейл. Все магазины позакрывались, всем срочно пришлось переносить инфраструктуру в клауд тем, кто об этом не задумался ранее. И, соответственно, многие вещи переносились очень быстро, какие-то не очень оптимальные, без использования клауд всяких плюшек и бенефитов, с чем мы потом и начали иметь дело и исправлять это все. Собственно, первая задача, которая передо мной стояла, это и перед моей командой, немножко странно выводится, ну да ладно, это определить какие-то слабые стороны и понять, почему это происходит, что нам мешает быть лучше, оптимальнее и процессить данные быстрее и делать их доступнее нашим пользователям. Первая проблема, с которой я столкнулся, это с тем, что, несмотря на то, что довольно большая команда была, около 10 человек, чуть даже больше, 11, в этот момент все стейкхолдеры считали, что эта команда просто делает все. Это единая точка входа для всех вопросов в отношении корпоративных данных была. Кому-то необходимо добавить данные в хранилище, а давайте пойдем в дата команду. Кому-то надо новый дашборд построить, новые данные вытащить, давайте пойдем в дата команду. Кому-то нужно SQL оптимизировать или кусочек Python оптимизировать, давайте пойдем в дата команду. У них там 10 человек, они точно найдут время на то, чтобы это все, значит, исправить. Никто не задумывался о том, что это все те же самые 10 человек были. Второй момент, который мешал нам нормально существовать, это, несмотря на то, что компания захотела переносить все данные в Snowflake и строить хранилище в нем, никто не задумывался об административной нагрузке, которая этому соответствует. Очень много запросов на создание новой базы данных, новой схемы, грантах, всяких юзерах и их ролях. Все переходило в мою команду и необходимо вручную кому-то было ходить и сопровождать, даже пароль сбрасывать, если кто-то забыл пароль. Это очень много времени занимало. То есть это наша вторая проблема была. Кроме того, в Snowflake, несмотря на то, что это вроде бы такой модный инструмент, который даже и Python позволяет крутить в своем собственном клауде, не было такой банальной вещи, как, например, мультифакторная аутентификация, чтобы ее инфорсить. То есть она была как функция, но нельзя было заставить всех пользователей обязательно это включать. Это накладывало тоже свои проблемы и свой отпечаток. Приходилось кому-то из команды постоянно следить за этими людьми, за новыми юзерами, что они включили у себя мультифакторную аутентификацию. Ну и еще один из таких серьезных вопросов и проблем. Так как никто не знал, откуда собираются данные и как они собираются, все ходили все в ту же дата команду. И получается, что с вопросом, почему я вижу вот в этой табличке минус 10 проданных товаров, а вот в этой минус 12 ушло со склада или там из магазина, все с такими вопросами приходили к нам. Надо понимать, что мы, конечно же, не знали почему, потому что источниками этой информации были разные продуктовые команды. Одна команда занимается сток, инвентарь и прочим, другая команда занимается продажами, обработкой платежей и прочим. Но почему-то с вопросами ходили к нам. Многие из команды даже не знали, кто именно, и из моей команды, кто именно предоставляет эти данные. Все эти проблемы, конечно, сильно мешали. Еще одна из проблем была — это Airflow, который решили по какой-то причине, может быть, по незнанию, может быть, по отсутствию какого-то времени объективного, решили установить его просто на голом EC2-инстансе в Docker Compose. И все данные, которые обрабатывались этим инструментом, они обрабатывались внутри одного единственного EC2-инстанса. Его приходилось постоянно увеличивать и приходилось за него постоянно больше платить. Такие проблемы были. Что мы с этим сделали как команда? Во-первых, по поводу зоны ответственности. Нужно было четко понять, кто все-таки за какие данные отвечает. Поэтому за эти два года, что мы работаем в команде, мы разделили эту команду на две части. И теперь у нас есть отдельная дата команда, которая сопровождает ETL-инструменты, процессы и хранилища данных. И другая команда BI-инженеров, которая занимается дашбордами и всем, что с этим связано. Кроме того, мы определили и составили некую опись всех источников данных, которые есть в компании. И договорились со всеми владельцами этих данных, что они будут отвечать на вопросы относительно этих данных. И вопросы перестают ходить в одну какую-то центральную команду, которая является узким горлышком. Вместо этого начинает работать горизонтальная структура, очень похожая на дата-меш. И, наконец, да, что-то пропала презентация. Нет, нет, все, он иногда дышит. И, наконец, Airflow, который очень плохо себя чувствовал и который пропускал в себя кучу данных, и из-за которого приходилось платить за очень-очень жирный инстанс в Амазоне. Вместо него мы подняли кластер. Изначально была идея поднять это все на Kubernetes. Но из-за того, что у нас в команде не было такого опыта для поддержки этого, из-за того, что Амазон очень часто поднимает версии, и заставляет людей платить за старые версии. По этой причине мы решили использовать ECS. Это некое подобие Docker Compose, но в облаке Амазон. И, соответственно, всю нагрузку по обработке данных мы вынесли за контур этого Airflow. Мы написали небольшое приложение на Python, конечно же, для подключения к исходным базам данных, наподобие Oracle и прочих, для выгрузки их в S3, процессинга. Все это теперь происходит вне контура Airflow. Более того, у нас еще не было тестовой среды, чтобы тестировать все свои разработки. Как это странно не звучало, но если кому-то что-то нужно было протестировать, единственный способ это был сделать локально, но никак не в инфраструктуре Амазон, где у нас production instance крутился. По этой причине мы сделали еще и тестовый, и dev instance в Амазоне. Мы запустили end-to-end тесты на PyTest. И все это дело теперь вместе. Все три инстанса, и dev, и UAT, и production вместе стоят дешевле, чем ранее существовавший Airflow первый. То есть мы еще и сэкономили денег. По поводу Snowflake, две вещи, которые сделали. Это подключили SSO, которого не было, что помогло нам просто убрать эту нагрузку из команды. Теперь никому не нужно вручную ходить и заводить пользователей. Можно было заранее брать это из каталога Microsoft ID. Это кажется может быть очевидным и ясным, и можно было бы это делать сразу, но, наверное, когда это все делается в спешке, у людей это ускользает из виду, и приходится показывать на некие недостатки и исправлять их. И второй момент по поводу сервисных аккаунтов. Мы подключили Terraform, сделали новый репозиторий, в который установили Snowflake Provider для Terraform. И с помощью него теперь все команды, которые владеют своими дата-продуктами, сами могут заводить сервисные учетки, сами могут указывать, из каких IP-адресов можно подключаться к их базе данных, и могут заводить себе новые базы данных, собственно, для хранения корпоративных данных. Это так просто пару мемчиков. Что хочется сказать, что основная цель была за эти два года моей команды — это вывести компанию из некого хаоса. в области данных. Мне кажется, это получилось. Есть еще некие проблемы небольшие, но основная масса проблем ушла, и самым главным, я считаю, достижением было решение переходить к горизонтальной структуре, введение механизма Data Ownership, когда продуктовые команды сами отвечают за свои данные, отвечают на вопросы по этим данным и загружают эти данные в общее хранилище корпоративное. У нас сейчас есть общий instance Airflow, который, в отличие от прошлой ситуации, используется 8 разными продуктовыми командами, которые сами мониторят свои задачи и загружают данные в общее хранилище. Есть 20 баз данных, которые через Starform создали, опять же, эти команды. Ну и, наконец, данные, которые все загружены в этот Snowflake, в наше хранилище, они проверены, они линкуются друг с другом, и у дата-аналитиков, и бизнес-пользователей все меньше и меньше вопросов изникают. А что, собственно, это за данные? Почему эта цифра отличается от другой? Если такой вопрос возникает, то они знают, к кому идти, потому что это сейчас стало ясно и прозрачно. Куда я хотел бы, чтобы мы пришли в условном завтра? Это я хотел бы, чтобы 95% систем, которые есть в компании, загружали данные в Snowflake и давали возможность бизнесу отвечать на вопросы и искать инсайты гораздо быстрее. Причем я бы хотел, чтобы эти данные попали в Data Vault и от него уже сервились на все дашборды, возможно, и корпоративный репортинг. Я бы очень хотел, чтобы в каждой продуктовой команде у нас был аналитикс инженер или дата инженер, который владел бы всеми этими процессами данных. К сожалению, сейчас это не так, но опыт показал нам на примере одной или двух команд, что наличие такого человека, такой роли в команде сильно упрощает все дата процессы. Ну и сократить еще косты. Например, есть план сделать какой-то UI кастомный для дата аналитиков, для доступа к Snowflake на Python, чтобы автоматически подбирать размер инстанса, в котором будут обрабатываться их запросы. Соответственно, если это очень важные данные или очень важный запрос с высоким приоритетом от ключевых бизнес-пользователей, то на такой запрос можно выдать в Snowflake инстанс пожирнее. Если это не очень важные данные или не очень срочный запрос, то можно поставить в очередь и взять инстанс поменьше. Ну и еще последний момент. Это то, что, как показала практика, люди не любят читать документацию. Все очень ее просят, но никто не любит читать. И поэтому в планах начать записывать какие-то короткие ролики наподобие тиктоков, в которых объяснять, как действует каждый компонент системы, где нужно взять и какой Python оператор для Airflow подключить, чтобы отпроцессить данные или загрузить их в общее хранилище. Ну и напоследок немного цифр, которые обычно продуктовые, продуктовные и менеджеры любят. За то время, что мы с командой работаем в компании, мы смогли сократить практически два раза количество инцидентов, которые в области данных с Airflow происходят. При этом параллельно мы убедили других команд завести свои процессы, и количество их джобов, которые работают в этом общем инстансе, постоянно растет сейчас. А справа это информация по юзерам Snowflake. Как видно, что до прошлого года практически вплотную мы продолжали так или иначе заводить каких-то отдельных пользователей вручную, но с этого года все полностью автоматизировано. Ну полностью я имею в виду, что конечно Terraform скрипты кто-то должен сопровождать тоже, но это совсем другой объем работы, нежели тот объем, который был ранее. Вот это все, с чем я хотел с вами поделиться сегодня. Спасибо, что выслушали. Если вдруг есть какие-то вопросы, потому что я рассказал, готов ответить. Да, пожалуйста. Спасибо за доклад. А после приложения, которые вы задеплоили, да, где-то Airflow, оно привезло на одном месте? А наше приложение новое, которое мы задеплоили? Это все тот же Airflow, но новая версия, которая сейчас поддерживается комьюнити. Это 2.7, по-моему, мы сейчас используем. Но он работает на кластере ECS, он поддерживает масштабируемость, то есть при необходимости можно докинуть воркеров, но при этом мы снизили нагрузку на весь инстанс, так как я говорил, сама обработка данных теперь происходит вне Airflow. Хотя… А обработка данных происходит где-то до Амазона? Что это? Обработка данных, которые вне Airflow, где происходит? До Амазона? Она происходит тоже в Амазоне. У нас сейчас все перенесено в Амазон, у нас не осталось вон прем-серверов. Обработка происходит с использованием сервиса, который называется AWS Batch. Это тоже контейнеры, то есть есть возможность описать какое-то приложение. Причем, кстати, стало гораздо гибче, потому что любая команда, допустим, у нас есть команда, которая любит Go, GoLang. Они могут написать обработчик данных на GoLang, обернуть его в Docker Image, запаблишить в registry наш общий и мониторить и запускать эту джобу через Airflow. То есть все это происходит вне контура Airflow, но все еще в Амазон Клауде. А в планах уйти прямо в нативный Амазон, то есть что ляунки больше? Это очень интересный вопрос. Есть постоянно какие-то идеи на этот счет, но получается, что имея общий какой-то интерфейс, который предоставляет Airflow для мониторинга этих джобов, плюс систему нотификации, которую мы к нему прикрутили, как будто бы сейчас нам так удобнее становится. Но не исключаю, что можно перейти на лямбды или на step functions в будущем. Такие тоже рассматриваем варианты. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Так это vendor lock. Зачем? Vendor lock очень хорошее. Vendor lock Amazon или Snowflake? Потому что у нас много vendor lock. Нет, Amazon и vendor lock. Ну, любой клауд — это vendor lock, безусловно, но это кардинально снижает административную нагрузку. Я просто говорю, что переходить на лямбду — это как приятно. Ну, в гугле тоже есть функции, можно потом на них перейти. Так как вся инфраструктура в Амазоне сейчас, честно говоря, какой-то глобальной проблемы с этим не вижу. Да, но вот, кстати, насчет Snowflake — это тоже vendor lock. Но его безумно любят наши дата-аналитики, потому что он супер шустрый, и их, конечно, не интересует, сколько он денег стоит. Вот. Но есть в планах немножечко сделать шаг назад и уйти от этого vendor lock путем выгрузки данных в iceberg таблицы. Apache iceberg на S3. И эти штуки с этим форматом может очень большое разнообразие инструментов работать. Айсберг под капотом паркет использует, но сверху еще метод там схемы. Да. Все. Наверное, все. Спасибо большое. Так, отключаем.